И, несмотря на то, что все знают о нем, продолжает попадаться. Итак, а теперь у нас полуфинал весовой категории до 73 килограммов у мужчин. Франко-итальянский полуфинал. Джованни де Кристо в белом кимоно сражается с уголеграном, французским дзюдоистом. И вот очень активно начинает француз эту встречу. Сразу же бросается он в атаку. Джованни де Кристо, итальянец, 25-летний спортсмен, чемпион Европы среди молодежи до 23 лет. Уголегран чуть младше, дзюдоисту 23 года. Он бронзовый призер чемпионата мира в Париже 2011 года. Это очень серьезное достижение для такого раннего возраста, можно сказать. И также уголегран является обладателем бронзовой награды на чемпионате Европы в Вене в 2010 году. Джованни де Кристо совершенно неожиданно победил в четвертьфинале главного претендента на золотую медаль в этой весовой категории Декса Элмонта. Спортсмены из Нидерландов. Очень титулованного дзюдоиста. Двухкратного серебряного призера чемпионатов мира. В 2010 году в Токио и в 2011 году в Париже останавливался Нидерландец в одном шаге от золота. И, ну, как правило, в таком случае упоминают о том, что, конечно же, в дзюдо ценность наград чемпионата мира намного превосходит ценность европейских регалий. По той причине, что на чемпионате мира, как и на Олимпийских играх, участвуют представители родины дзюдо, японцы. И обыграть их на любом уровне и в любой возрастной категории является крайне сложным. Поэтому любой спортсмен-европеец, имеющий олимпийские медали или медали чемпионатов мира, конечно же, стоит на голову выше, чем те, которые имеют всего лишь медали континентального первенства. Но, опять же, конечно, так уверенно говорю я, всего лишь медали на чемпионате Европы – это гигантское достижение. И лишь единицы из всех людей, которые занимаются дзюдо в мире, могут похвастаться такими достижениями. Тем временем две минуты схватки позади. Результативных действий не удалось выполнить ни Ди Кристо, ни Леграно. Напоминаю вам, француз в синим кимоно, итальянец в белом. И грамотно защищается итальянский дзюдоист. Именно за счет хорошо построенной в тактическом плане схватки удалось ему преодолеть барьер в виде знаменитого своего оппонента Декса Элмонта. Видите, отдает он правую руку сопернику, но левую держит в запасе и готов контратаковать в любой момент. Победителя этого полуфинала встретятся в финале с победителем пары Владимир Сорока из Украины и Томаш Адамец из Польши. Это второй полуфинал, возможно мы с вами его увидим, но так как схватки происходят одновременно на двух татами, то у нас есть возможность наблюдать только за одним из них. И существует вероятность того, что второй полуфинал в этой рисовой категории мы с вами пропустим. Соревнования, как и в подавляющем большинстве турниров по дзюдо, проходят на этом чемпионате Европы по олимпийской системе. И имеет место также утешительный турнир, в котором сначала борются на вылет неудачники четвертьфиналов, и затем победители этих пар, то есть победители из, можно сказать, двое сильнейших из четверых проигравших четвертьфиналистов, встречаются в схватках за бронзовые награды с проигравшими в полуфиналах. Вот такой утешительный турнир, и по этой причине, несмотря на олимпийскую систему, всегда в турнирах по дзюдо после первого поражения есть возможность реабилитироваться, но только лишь в том случае, если это поражение произошло в четвертьфинале или в полуфинале. С небольшим преимуществом лидирует тем временем француз. И теперь уже итальянцу приходится выходить из своей глухой обороны и стараться атаковать, тем более, что остается до конца встречи всего лишь одна минута. Активно пытается он взять захват. Но теперь уже французы ходят от борьбы за пределы татами. И учитывая, что предупреждений у французского дзюдоиста нет на данный момент, может он себе позволить одно из них получить. Напомню, что в случае, если спортсмен получает два предупреждения, его оппоненту присваивается минимальное преимущество в форме оценки Юка. Вторая по старшинству оценка в дзюдо – это Вазаре, что означает полпобеды, и чистая победа – Ипон. Подходит к концу встреча. Остается чуть более 10 секунд. Если ничего экстраординарного не произойдет, то сможем поздравить мы у Гуляграна как минимум серебряные медали чемпионата Европы по дзюдо. получает он все-таки свое долгожданное предупреждение, но совершенно оно не мешает французу привести эту схватку к победному завершению. Звучит сигнал об окончании встречи. Дает судья привести себя в порядок спортсменам. И сейчас будет объявлен победитель. Никто не сомневается, что это будет французский спортсмен. Итак, у Гулягран оказывается в финале чемпионата Европы от дзюдо в Челябинске. Посмотрим замедленные повторы. Очень выдалась упорная схватка. Поначалу француз больше атаковал. И затем, получив минимальное преимущество, сразу же перешел он к тактической обороне. И вполне уверенно довел схватку до победы. Именно вот в последнем эпизоде похоже получил он Юко. Расстроен.